Вот вариант. По моим наблюдениям, в классическом узусе, в шлоках, аптатив часто вообще не имеет никакого аптативного специфического значения. Он используется исключительно метрикауза, то есть, допустим, для того, чтобы попасть, так сказать, стихотворный размер, как, например, асти, да, вот мне хочется там асти, ну, конечно, ну, к примеру, да, вот я хочу, чтобы там такое асти, да, вот. Но у меня нет места для асти, у меня есть всего один слог, буру, да, асти, допустим, буру, да, долгие кратки, а у меня есть только долгие слова, что я просто тогда пишу, с я, вот такие. Но значение это будет иметь не какое-то специфическое, что вот может быть или должно быть, а просто то же самое, что просто, да. То есть, вот имейте в виду, что в поэзии или просто, скажем так, даже не обязательно вот в поэзии, в таком техническом значении, да, в высокой поэзии, в каве, а просто в шулоках, так сказать, в тексте записанном метрически, да, а в тексте записаны метрически, ну, это, конечно, мы можем сказать, да, аромальная это поэзия, разумеется, да, с традиционной точки зрения, это Ады кавьи, это первая великая поэма, ну, с нашей точки зрения это эпос, да, эпической, ну, также и эпос, можно сказать, да, эпический текст, Ну и Магавгара, строго говоря, это не поэзия, это эпос итихаса. Итихаса, итихаса. Так было. Именно так было. Сова Аснеев, либо немецкий. Вот что такое. Итихаса. Так сказать, история, как она происходила на самом деле. Ну вот, и в эпических текстах. Плюс, что еще с роками записывать? С роками можно записывать вообще что угодно. Ну, если так сказать, вот уже набить руку и хорошо владеть языком, прямо вот можно попробовать. Ну, как в мюзиклах иногда, да, герои. По-моему, собаконосение, да, если помните такой старый советский фильм, Стереховый, там они же, кажется, говорят, то есть, как бы, ну, метрическая речь, да, вот. То есть, это такая вот условность. И также, вот, шлоки, это такая условность, да. Почему? Потому что с шлоками запоминать порции текста легче, чем просто какой-то простой. Пусть даже очень простой простой. Да. Я вам желаю что-то там сказать. Ну, каким-то вот этим, вот, онегинской строфой, на самом деле, да, если не сдаваться цели, стать Пушкиным, сомнительно легко записывается, да, если это хорошо слышишь. Ну, для тех, которые вот ритм хорошо слышат, да, я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Также вот этот вот записывается очень часто чисто философские тексты, допустим, такие философские тексты, как Божий мой, Романа, Вартика, Дармакея, да, текст очень сложный, да, а вот он записывается просто в шлоках, да, потому что шлоки легко заучиваются, легче, чем, то есть чисто из меманических соображений. То есть огромное количество шлоками записанных текстов есть, которые не являются поэзией, да, то есть не все, что на санскрите записано стихотворными размерами, пусть там шлоки, или вот оно штуком, или ты штуком, то есть один из цислошников, да, это вот так раз... разница, ну, долгий слог, да, вместо краткого, да, или их смесь упаджаты, очень часто употребляется, этими размерами легко писать, и, в общем, любую мысль легко донести до слушателя, или для читателя, да, и поэтому, тем более, вот в таких, вот в таких текстах, да, очень часто я наблюдаю, что аптатив, да, аптатив, вопрос был в аптативе, аптатив не имеет какого-либо специфического аптативного значения, ну, аптативу есть целый ряд, допустим, скажем так, нормативных текстов, это прежде всего текстов дармошасты, там, саргатчейта, ятыгии, ванамгатчейта, то есть здесь, в данном случае, имеет смысл переводить, как витри-лим, витри-это предписание, линь-это техническое название аптатива, предписательный аптатив, аптатив-предписание, ему следует, или он должен пойти в лес, аскет, значит, аскету следует пойти в лес, аскет должен пойти в лес, пусть аскет идет в лес, да, здесь, конечно, вопрос, ну, чем тогда это отличается от императива, ну, на санскрите, на санскрите я бы сказал только тем, что в подобного рода текстов, нормативных текстов, именно, что используется не императив, а аптатив, который обозначает витри-предписание, или сваргакаму ядейта, знаменитая сутра Чаймени, да, сваргакаму, желающий неба, достигнуть неба, да, ну, то есть, можно так условно, да, перевести желающий на брак райских обителей, достигнуть рай, райских миров и райского мира, ядейта, пусть он приносит жертв, пусть тот, кто желает достичь небес, приносит жертву, да, приносит жертв, да, приносит жертву, да, приносит жертву, да, на русском это звучит практически как императив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова